Здравствуйте! Это программа Город Эсс и я Елена Чернявская. Музыка, как всегда, даже в самые непростые времена, служила символом жизни, единения борьбы и веры в правое дело. Символом, который невозможно уничтожить. Хоровое пение дает возможность соприкасаться с музыкой и исполнять любимые песни неограниченному количеству участников. Проект «Песни Победы Отцов» направлен на демонстрацию консолидации отцовского сообщества Самарской области через создание многочисленного мужского хора из сформированных муниципальных образований Самарской области отцовских хоров и совместное исполнение военно-патриотических песен на площади славы в День Победы. Подробнее об этом проекте я говорю сегодня с моим гостем в студии Константин Юрьевич Доладов, председатель Совета Отцов приуполномоченным по правам ребенка в Самарской области. Здравствуйте. Добрый день. Ну что же, мы анонсировали сегодня нашу программу как такой подробный рассказ о проекте. Но давайте-ка мы начнем с вами разговор о том, с чего начинался вообще Совет Отцов. Совет Отцов Самарской области был создан в минувшем году, в октябре, конкретно 17 октября, приуполномоченным по правам ребенка. Дело молодое. Дело молодое, но несмотря на такой столь юный возраст, огромная работа проделана, огромное количество проектов уже запущено, многие находятся в таком еще зачаточном состоянии, но уже заявлены о себе и точно претендуют на успех. И вот одним как раз из самых ярких, пока и таких масштабных проектов запущенных, и которые уже подходят к такому логическому завершению, как раз и будет проект, о котором мы сегодня поговорим. Да, ну прежде чем мы к нему перейдем, я хотела бы спросить вас вот о чем. Совет Отцов, ваша активная, очень общественная деятельность, спортивная деятельность. А расскажите вообще, как вы к этому пришли? Ну, нужно начать с того, что я прежде всего отец. Отец пятерых детей, пятерых сыновей. То есть я живу полной семейной жизнью, такой отцовской. Это первое. Второе, у меня есть спортивная школа прыжков на батуте, именно школа, не клуб, а именно школа. И там тоже порядка 200-250 детей занимается. То есть еще и со спортивным сообществом, тесно общаясь с детишками. А также являюсь доцетом кафедры в Самарском государственном техническом университете. И поэтому еще и с молодежью тесно соприкасаюсь. И вот это вот тесное взаимодействие с детьми, с молодежью, подтолкнуло к этой идее о том, что необходимо создавать такой совет отцов, который бы передавал бы опыт, который бы пропагандировал здоровое, полноценное отцовство, спортивное отцовство, многодетное отцовство. То, чего как раз сейчас у молодежи не хватает. И поэтому вышли с таким предложением, нас поддержали. И вот, как я сказал, уже в октябре минувшего года Совет отцов приуполномоченным по правам ребенка в Самарской области был создан. Сколько сейчас, как сказать, членов, можно ли так сказать, состоит в Совете отцов? Самое главное, кто в него входил, входит и планируется входить? Ну, у нас, как и у любого консультативно-совещательного органа, есть, так скажем, президиум. Когда мы формировали президиум, мы постарались охватить все направления жизнедеятельности. Это и законодательная власть, и исполнительная власть, и бизнес-сообщество, и спортивное сообщество, и медицина, ну и творческое сообщество. И нашли членов, которые вошли бы в так называемый президиум. И в него, он сейчас сформирован, в него вошли 17 человек. Как раз представители разных сфер жизни. И мы с ними собираемся, обсуждаем направление деятельности Совета на предстоящий период, смотрим, как проходит предыдущий период. Утверждаем проекты, поскольку наша деятельность носит такой проектно-ориентированный характер. И эти проекты реализуем. Вот из самых ярких представителей, которые, ну, такой достаточно серьезный вклад вносят, помогают, консультируют, действительно активное участие принимают. Александр Викторович Кузнецов, это глава города Чапаевск. А также есть у нас стоматолог из Черного вершин, которые тоже активно принимают участие, тоже со всякими инициативами уходят. То есть мы очень активно взаимодействуем, и такой, в общем-то, работоспособный механизм у нас получился. — Константин Юрьевич, а вот когда Вы планировали только, да, создать Совет Отцов, наверняка ставили перед собой какие-то задачи, какие функции он будет выполнять, ну, не только, наверное, проекты, к которым мы сейчас перейдем, но, наверное, какие-то социально значимые инициативы в том числе? — Ну, здесь мы как бы преследуем две цели. Первая, это, еще раз повторюсь, это популяризация отца, популяризация здорового. Ну, здоровый — это собирательный образ здорового отца, то есть это спортивный, многодетный, который много времени проводит. — Активный. — Активный, да, то есть вот такой настоящий отец, в хорошем смысле этого слова. И показываем его в качестве примера. То есть это тот человек, на которого нужно ориентироваться, тот социальный ориентир для ребенка, для молодежи. Это вот основное, и под это разрабатываются все проекты, чтобы подчеркнуть значимость статуса отца. А второе, поскольку мы созданы приуполномоченным по правам ребенка, это как раз дает дополнительную возможность соприкосновения с уполномоченным. То есть некоторые по разным причинам, объективным, субъективным, не могут, не то что там добраться, но не имеют возможности, не знают, как обратиться с каким-то тем или иным вопросом. Они как раз через совет отцов могут задать вопросы. И самое, что интересно, сейчас этот механизм очень хорошо заработал. То есть на территориях задают вопросы, мы их переадресовываем полномоченным, она их берет в работу, и вопросы положительно решаются. — Отрабатываются, решаются. — Но сейчас я предлагаю перейти к небольшому видео, которое нам предоставили вы, совет отцов. Спасибо большое. Посмотрим, ну, собственно, чем занимается совет отцов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ПЕСНЯ Всего вам самого доброго, дорогие друзья! Всего вам самого наилучшего! Продолжаем разговор и переходим к главной теме нашего сегодняшнего эфира — патриотический марафон песни Победы Отцов. Ну, давайте, наверное, также с истории начнем, когда стартовал этот проект. — Этот проект мы придумали еще где-то в ноябре месяце, тоже минувшего года, и думали, когда начать дать старт этому проекту. И решили, что это должна быть 80-е годовщина Сталинградской битвы. Соответственно, как раз 2 февраля, около Вечного огня, около Брельефа «Скорбящая мать», совместно с Самасским филармоническим обществом мы анонсировали старт этому проекту. И тогда еще немногочисленный хор, мужской как раз из «Золотой лиры», спел несколько песен. Мы продемонстрировали представленный нами символ, который олицетворяет объединение музыки и победы. Поскольку мы считаем, что музыка всегда была поддержкой, всегда вдохновляла, всегда сподвигала на подвиги. И мы продемонстрировали этот символ и отправились в путь по всей губернии. И вот на протяжении практически трех месяцев, ну чуть меньше, мы путешествовали по муниципальным образованиям, по субботам, воскресеньям давали как раз совместно с филармоническим обществом концерты. Исполнялись военно-патриотические песни, песни «Победа наших отцов», то есть песни «Победа отцов». Это песни, которые и в военных лет, и послевоенных лет. Такой очень трогательный, серьезный репертуар и с очень таким серьезным видеорядом подготовленным. То есть очень творчески наши коллеги, партнеры подошли к этому вопросу. Я сейчас предлагаю еще посмотреть такое видео из одного района Самарской губернии. Давайте посмотрим. Так о чем ты думаешь? Старый солдат Или сердце болит Или раны горят Исполния Субтитры подогнал «Симон» — Статин Юрьевич, вот все-таки, если говорить о значимости, опять же, этого проекта, скажите, как вы подходите к выбору того же репертуара, и вот когда происходили самые первые встречи, какое было впечатление у вас, как у организаторов, ну и, конечно, у тех людей, которые сидели в зале? — Если честно, когда мы первый раз приехали на первую встречу, было несколько волнительно, как мужчины среагируют. А кульминацией нашего проекта что является? То, что мужчины по завершению концерта выходят, приглашаются на сцену, и мы совместно с мужчинами, с неподготовленными, которые не умеют ни петь, кто-то умеет, конечно, кто-то не умеет, кто-то, может быть, какие-то слова не точно помнит, выйдут ли они на сцену, поддержат ли они нас. И было волнительно, то есть первый концерт, второй концерт, но когда мы увидели, что мужчин приглашают, и все, практически 100% мужчин выходили на сцену, плечом к плечу вставали, исполняли эти песни, ну это было прям трогательно и до мурашек по спине. Ну вот, а все-таки эти встречи еще не только песни, но и создание как раз местных, локальных, территориальных советов отцов, и я так полагаю, вы и дальше будете с ними взаимодействовать, верно? Все совершенно верно. Мы как раз воспользовались случаем, что путешествовали по губернии и проводили семинары, семинары с активным мужским сообществом на территориях, где рассказывали про наши проекты, про успешные проекты, про наши подходы, про направление деятельности, рассказывали, для чего все это делается, и призывали создать территориальный совет отцов. У себя на территории. Мужчины очень активно поддерживали эту идею, поддерживали эту инициативу, прямо в зале начинались дискуссии, и многие мужчины прямо на месте предлагали какие-то там корректировки, дополнения, новые проекты, предлагали на что-то более внимательно посмотреть, поскольку некоторые проекты неприменительны к той или иной территории. То есть характерно там, например, для городского округа, а для села неактуально. Поэтому такая дискуссия была, и вот отведенные нам два часа, ну мы как так планировали по два часа, мы еле-еле укладывались. То есть настолько жарко, настолько востребовано, настолько интересны были разговоры, что даже расходиться они не хотели. А вот как раз во второй части мы переходили к творческой составляющей уже, как раз непосредственно концерту. Но ведь все-таки, Константин Юрьевич, наверняка уже на месте, когда вы проводили встречи, уже приходили, наверное, с какими-то проблемами в Совет Отцов. Я прошу сейчас вас привести просто примеры. Я бы сказал, что приходили не с проблемами. Вы знаете, что отрадно приходили с инициативами. То есть 99% мужчин, отцов с предложениями, да. И многие, что тоже отрадно, и пишут, и до сих пор пишут, и в социальные сети, и на личные почты, и в Советы Отцов, на все мессенджеры. То есть мы активно везде тоже представлены об этом, я думаю, тоже надо сказать. И отцы пишут, предлагают, то есть каких-то таких проблем, с которыми там помогите что-то решить, такого не было. Было там два, наверное, вопроса, но мы их переадресовали уполномоченному. Как раз это вот связано больше по взаимодействию, ну там, внутри семьи, по правам ребенка. То есть предложения больше направлены на взаимодействие, на улучшение жизни, качестве жизни, в первую очередь, детей, да. Честно говоря, сложно представить себе сообщество отцов, находящееся без женской поддержки. Здесь вот какую роль отводите женщинам, ведь отцы и успешная, счастливая семья без мамы просто невозможно, согласитесь. Не, ну это однозначно, без женщин никуда. Но опять же, применительно к этому конкретно взятому проекту, песне «Победа отцов», когда мужчины выходили на сцену, пели, нужно было видеть, что происходило в зале. Многие женщины плакали, многие женщины вставали. Кто-то включал телефоны, вот как сейчас модно среди молодежи, с фонариками. Кто-то танцевал. То есть видно было, что мужчины ушли, там плечом к плечу исполняют песни, и в зале остались женщины, которые их поддерживают, тоже вдохновляют. И так приятно было со сцены, и каждый раз приятно смотреть, как они аплодируют, как они действительно поддерживают. Поэтому это неотъемлемая часть всех наших проектов. А в каких районах губернии вы побывали? И почему именно в этих районах? На самом деле, можно сказать, что мы побывали во всех 37 муниципальных образованиях, поскольку мы приезжали в отдельное муниципальное образование, и рядом близлежащие муниципальные образования делегаты, активные отцы приезжали. То есть, например, мы приехали в Жигулевск. Например, мы приехали в Жигулевск, и приехали активные отцы с Тольятти, с Октябрьска, с Сызрани. И получилось, что мы, побывав в Жигулевске, охватили такое мужское активное сообщество и близлежащие муниципальные образования. Давайте еще обратимся к одному очень интересному видео и посмотрим, как у вас прошла очередная встреча. Символ, который вы видите, он олицетворяет тесную связь музыки и победы. И он облетит этот символ всю нашу губернию. И каждое муниципальное образование, которое мы посетим, вот здесь вот будет выгравирована надпись. Здесь уже есть Кенель, есть уже Чапаевск. Сегодня по завершении нашего мероприятия здесь появятся Челновершины. И, соответственно, все муниципальные образования, которые мы объедем, они потом символично вернутся в 9 мая к вечному огню. Это муниципальные районы Челновершинский, Шунталинский, Клявинский и Соклинский. И приехали сюда, чтобы в едином строю исполнить песни победы. Уважаемые друзья, мы приглашаем вас на сцену. Пустили. Мы там сутрявый, грём зелёный цветной, А в лёдый, мы с учёным и тобой. Дорогие Челновершинцы, уважаемые гости здесь, лежащих районов, и от вашего имени, от себя лично я должен поблагодарить замечательных артистов, пожелать им творческих успехов и доброго здоровья. И вот за те песни патриотические, которые пробуждают у нас вот этот патриотизм, огромное вам спасибо. Вот сегодня в обществе есть такой, знаете, запрос на возрождение духовных и, наверное, морально-нравственных ценностей в семье. И как раз вот актуально повышение значимости отцовского воспитания детей. Скажите, вот вы согласны с этим утверждением? И что делает Совет Отцов популяризации вот именно этого направления деятельности? Ну, я повторюсь, что вся наша деятельность, она носит такой пока проектно-ориентированный характер. И все как раз разрабатываемые проекты, они направлены на повышение статуса отца. Вот, например, один из ярких таких тоже проектов, который в прошлом году был реализован, но еще без статуса Совета Отцов, называется «Отцовский маршрут». Когда отцы, только отцы, берут своих детей, дочерей, сыновей, каких-то, может быть, соседских детей, там, племянников, и идут в поход. И вот у нас в прошлом году было выездное мероприятие, когда 54 отца и 87 детей приняло участие. Это совершенно другая атмосфера. Это дает возможность отцу побыть и мамой, и бабушкой, встать на их место. Ему нужно проследить, чтобы ребенок в палатке был, спать уложен, вкусно накормлен, что все активности должны быть ему обеспечены, чтобы он был в целости и сохранности. Это совершенно, совершенно как бы другой образ. Такой колоссальный отклик от этого мероприятия. Или, например, у нас был тоже проект, шуточный проект, мы его всего вместе реализовали, назывался у нас «Отец Мороз». Почему «Отец Мороз»? Потому что все привыкли, что «Дедушка Мороз», ну, как-то такой образ. На самом деле, всегда роль Деда Мороза исполняет, как правило, папа, да? Да. А сегодня, особенно актуально, когда многие отцы находятся в зоне СВО, и хотелось вот статус отца, и как раз в новогодний праздник еще приблизить к ребенку. И вот приходил «Отец Мороз» и рассказывал стишки, дарил подарки именно с акцентом на отца. И вот слово «Отец» еще раз к ребенку приблизилось. И до сих пор уже лето на дворе, а у детей такие положительные воспоминания об этом проекте. Давайте перейдем к кульминации проекта «Песни отцов». Вы ездили по губернии, как вы сейчас сами рассказали, выходили на сцену, пели, исполняли хором, да, песни дедов, отцов. А что будет кульминацией этого проекта? Кульминация проекта состоится 9 мая. Ориентировочно в 12 часов, но сейчас уточняется время, на площади Славы символично туда вернется символ, который облетел всю губернию. И сводный хор отцов, сыновей, дедов, внуков будет исполнять военно-патриотические песни, которые мы пели как раз в муниципальных образованиях. И делегаты, желающие, здесь не по принуждению, здесь вот по зову сердца, а отклик есть. Сами отцы звонят, спрашивают, когда можно, к оскольке приезжать, то есть когда будет информация, куда приезжать. Вот эти вот отцы со всей губернии съедутся, и вот единым строем тоже выстроится на, у нас будет сцена такая импровизированная, и будем исполнять совместные песни. Это будет акапельное, либо будет музыкальное сопровождение? Ну, будет музыкальное сопровождение обязательно, и отцы, в том числе, однозначно будет и хор, который с нами везде путешествовал. Там буквально 15-20 мужчин, а все оставшиеся наполнения, это около тысячи мужчин, сейчас планируется так, не менее тысячи мужчин. Это как раз вот отцы, которые приедут с муниципальных образований, которые к нам примкнут здесь, и вот совместно будем исполнять. Какие песни будете исполнять, и сами лично будете принимать участие? Обязательно. Вот мы проехали губернию, 10 остановок у нас было, все 10 раз я обязательно выходил вместе с отцами на сцену. Там мы по сокращенной программе, так скажем, мы исполняем три песни. Да, такие три песни, это «Смуглянка», «Катюш» и «День Победы», конечно. Однозначно эти три песни будут в репертуаре, но мы добавим еще несколько песен, таких более серьезных. Но все отцы уже в курсе, репертуар этот уже разослан, все готовятся. Поэтому я все сейчас озвучивать не буду. Да, конечно, оставьте небольшую интригу, сюрприз. Будет небольшая интрига, да. Ну а вот уже интересно, ваш положительный опыт принимают другие города России? Может быть вы где-то слышали, что уже что-то такое подобное тоже будет? И вот именно ваш, наш самарский опыт перенимают отцы из других регионов? Вы знаете, разный вот союз отцов, союз отцов, они в своей деятельности очень сильно пересекаются. Мы сейчас общаемся с коллегами из Саратовской области, из Москвы, из Ижевска. У кого-то есть похожие проекты. В Ижевске в прошлом году похожая была тоже инициатива. То есть собирались на 9 мая. Но так, чтобы вот, например, собрать всю губернию, чтобы объехать, и вот единый строй, и всех привезти. Такого пока не было ни у кого. Но я уверен... Самарский регион будет первый. Самарский регион точно будет первый. И я уверен, что это новая, добрая, самое главное, бескорыстная традиция. Поскольку, еще раз повторюсь, я вижу каждый раз вот с мужчинами, когда общаемся, там, после вот исполнения концерта, как у них глаза горят, кто-то даже слезится, подходит и говорит, это было до мурашек по спине. Поэтому это будет бескорыстная новая традиция. Я вот в этом уверен. Ну что же, спасибо вам большое. Наша беседа подходит к концу. Мы посмотрим еще в программе одно небольшое видео. Наша программа выходит в преддверии 9 мая. И, конечно, я хочу предоставить вам заключительное слово. Что бы вы хотели пожелать в преддверии 78-й годовщины Великой Победы? Ну, прежде всего, хотелось бы всем пожелать здоровья, мирного неба над головой. И победа будет за нами. Спасибо вам большое. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Город С». Всего хорошего. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok